Около 150 человек собрались в Тюмени для того, чтобы определить лучших баскетболистов на колясках. Такой турнир проводится в областном центре ежегодно, но в этот раз он впервые собрал рекордное количество команд – 11. О том, чем стал этот вид спорта для участников соревнований, расскажет Екатерина Кальченко. Забили мяч и сравняли счет. Команда из Казани для тюменских колясочников – важный соперник. Каждое очко на этом турнире на вес золота. Баскетбольные инвалидные коляски – они все профессионалы. Алексей Городецкий с оранжевым мячом уже 20 лет. Игра для него превратилась в жизнь. В нашей подгруппе, в которой 5 команд, они все в принципе более-менее равны. И поэтому это же игра. И тут куда мяч покатится, там тяжело сказать. Но мы, конечно, настраиваемся, настраиваемся на победу. Хотим, тем более, в родных стенах. За звание лучших борются 11 команд. Игроки ограничены в движении, но не в желании побеждать. За плечами у многих чемпионаты самых высоких уровней. У нас и зарубежные есть, и Еврокубки выезжаем. И скоро будет на носу чемпионат России. Так что вот второй круг как раз. И вот на этом втором круге должны заявать первое место. Считается, что баскетбол на колясках – дорогой вид спорта. Только одно средство передвижения стоит до 800 тысяч. И тем не менее, команд меньше не становится. Всероссийский турнир для них – возможность попасть в сборную. Из Тюмени там уже 4 игрока. Эти турниры, они помогают. Специально приезжаешь, чтобы посмотреть на ребят. Может быть, кто-то еще стрельнет, что называется. Коляска для игрока – это его продолжение. Поэтому в профессиональном спорте каждая выполнена по индивидуальным замерам. В отличие от обычной, она имеет 6 опорочных колес, что позволяет ей крутиться и быть маневренной. Удерживают баскетболистов специальные ремни безопасности. Таким образом, на площадке человек и коляска становятся единым целым. В Тюменской области всероссийский турнир проходит уже не в первый раз. Все потому, что особый вид спорта в регионе развивается с 93-го года. Подняли его на такой высокий уровень и к нам приезжает уже такое большое количество команд. Команды уже с легионерами, клубные есть команды, которые даже в чемпионате страны не участвуют, а участвуют в Кубках Европы. В Тюмени баскетбол для людей с ограниченными возможностями доступен всем желающим. Коляска для начинающих есть, а значит и спорт будет развиваться дальше. Екатерина Кальченко, Андрей Захаров. Тюменское время. Слушай новости ТСН на Радио Мир.